Самое обсуждаемое событие прошлой недели – второй Могилёвский фестиваль науки. В этот раз фестиваль приобрел статус международного форума. В Могилёв приехали гости из России, Польши, Сербии и Таджикистана. Главное событие фестиваля – выставка «Наука вчера и сегодня». Участники показывали работу современной техники и проводили любопытные опыты. Именно туда, в Белорусско-Российский университет, отправилась наш корреспондент Надя Мешкевич. Здесь извергаются вулканы и танцуют роботы. Сотни идей и разработок, пять стран-участниц и три дня научной феерии. Второй Могилёвский фестиваль науки собрал настоящий аншлаг, и здесь действительно есть чему удивиться. Невероятные опыты, креативные идеи и технологии будущего. На выставке «Наука вчера и сегодня» свои проекты презентуют учащиеся студенты, аспиранты и преподаватели. Кафедра электротехники уже внедрила свой этот продукт. Один из троллейбусов обеспечен системой, которая позволяет узнать, где находится, куда движется и какие исторические места на данном маршруте. Это троллейбус номер два. Студенты электротехнического факультета Белорусско-Российского университета представили тепловизор. Аппарат нового поколения есть не на каждом предприятии, но могилёвские студенты уже учатся с ним работать. И они пользуются вот этим прибором, значит, они умеют им пользоваться, они, соответственно, умеют обрабатывать изображения, проводить эксперименты и так далее. И вот мы можем посмотреть, да, что нос у вас немножко холоднее, чем вот вся другая поверхность. На втором Могилёвском фестивале науки стало ещё больше проектов с элементами интерактива, где любой желающий может сам стать участником эксперимента. На фестивале организовали настоящее соревнование между этими роботами-сумоистами. Одна команда болеет за робота-девочку, вторая за робота-парня. Итак, посмотрим, кто же победит. Вперёд! Давай, давай, давай! А это первый мультикомфортный дом в Беларуси. Построен в Дзержинске по самым современным технологиям. Помогает здорово экономить электроэнергию. Как проектировать такие умные дома, организаторы рассказывают студентам. Все эти технологии – это технологии будущего, которые действительно стоит знать для того, чтобы повысить свои квалификационные качества. Придя на будущую работу, зная эти технологии, сразу можно, скажем, какие-то высокие баллы получить. Сразу можно начать проектировать действительно хорошие сооружения, которые требует республика. Жить вот в таком доме будущего, конечно, мечтает каждый. Но чтобы понять, насколько всё-таки ценна энергия и как сложно её вырабатывать, здесь стоит вот такой велосипед. Можно сесть и попробовать выработать электричество силой своих мышц, просто крутя педали. Ну, подначалу, кажется, всё просто. Чем больше ламп включается на этом стенде, тем сложнее. О, мне кажется, что-то начинает получаться. На самом деле, выработать электроэнергию силой своих ног совсем непросто. Например, чтобы вскипятить вот этот чайник в 170 ватт, требуется сила 7 человек. То есть 7 человек по очереди садились на этот велосипед и без остановки крутили его. Да уж, в такие моменты понимаешь, как дорого даётся энергия. Кстати, представленные работы изучают не только жюри конкурса, но и потенциальные инвесторы, которые, вполне вероятно, захотят какие-то проекты внедрить. А это проект «Колодец без нитратов» привлекает внимание к защите экологии. Сейчас существует онлайн-карта. На этой карте нанесены точки. Это исследованные колодцы. Качество воды этих колодцев было проанализировано. В интернет выложены концентрации по нитратам, которые были обнаружены. Собственно, это позволяет сельским жителям увидеть свой колодец. Или же, если не найдёте свой колодец, то обратиться к нам, получить вот такие тест-полоски и провести анализ самостоятельно. Понравился больше всего 3D-принтер, наверное, да? Потому что из маленького кусочка пластмасса можно сделать такую большую объёмную деталь любой формы. Это будущее. Второй Могилёвский фестиваль науки в этом году получил ещё и статус международного. И ещё раз показал, технологии будущего реально могут появиться в нашей повседневной жизни. Это всего лишь вопрос времени.